Всем привет, друзья! Ну и перед тем, как вы приступите к просмотру данного интервью, настоятельно рекомендую вам обратиться в Google и загуглить информацию о человеке, с которым мы сейчас побеседовали. Петр Лебашов, aka Севера. Это очень известный хакер, спамер. Давайте поставьте на паузу, загуглите, а потом возвращайтесь к просмотру. Всем приятного просмотра! На самом деле это очень интересная беседа, которая многим может быть полезна. Давайте гуглите и начинайте смотреть. Приветствую! Очень приятно, так скажем, увидеть вживую. Ну подводку я потом к этому видео сделаю. Расскажу, кто вот такой. Как к тебе обращаться? Валентин, Валек, без разницы, как вам удобнее. Валентин устроит. Так, сразу скажу, у меня опыта в том, что беру интервью не так много. Это мое второе интервью за мою ютуб-карьеру. Поэтому будем просто общаться по тем вопросам, которые я заранее подготовил, а там как получится. Да, Валентин, я список, честно говоря, не успел прочитать, но я увидел, что у тебя есть вопросы. Я прочитал первый, поэтому пойдем по-горячему. А дальше, я думаю, все получится. Хорошо, вот. Если я правильно помню, и если я не перепутал, то до того, как вас задержали в Испании, личность уже, по-моему, была задеанонена, и вы где-то висели в топ-10, по-моему, разыскиваемых хакеров. Это годы 2016 и 2017, я точно не помню. Так ли это, или я перепутал? Так, ну давай на «ты» сразу, Валентин. Ага, хорошо. Ну, можно на «ты». Даже если иногда, кстати, срываюсь на «вы», ты как бы игнорируешься, со мной все равно на «ты», потому что ты у меня бываешь. Вот вопрос понятен. Значит, смотри, ну, на самом деле нет. То есть, действительно, в спам-хаусе светилось мое настоящее имя и фамилия Левашов Петр, и все. То есть, все остальные данные, там они какие-то адреса, там что-то они какие-то телефоны, это вообще со мной не было ни рядом, ну, кроме города, по-моему. Ну, Санкт-Петербург, вот такой сказал, блин, город, и фамилия и имя. То есть, смотри, ни даты рождения, а ни номера паспорта, конечно, ни даже отчества не было, вот эти данные, которые были слики. Поэтому можно считать это дианоном, да, как ты хочешь сказать. Потому что это, на самом деле, это спам-хаус взял из какого-то старого домена, который я зарегистрировал в 99-м году, или в 2000-м, когда еще, ну, не планировал быть спамером, да. Ну, так все, по сути, очень много таких хакеров в то время совершили эту ошибку. Я вот сейчас всех твоих молодых слушателей призываю не совершать никогда эту ошибку. И если они начинают свой путь какой-то в интернете, нужно анонимность поставить ему во главу. Потому что ты не знаешь никогда сейчас, что будет незаконно потом. Ты сейчас думаешь, что ты ничего не делаешь плохого, а потом оказалось, что просто иметь криптовалюту, это 5 лет тюрьмы, а твой вид уже везде светится, что ты там покупал крипту, и это ты сам себе злобный буратино. Поэтому не надо думать о том, что я сейчас, я вообще честный человек, я никогда вообще криминалом не буду заниматься. Надо просто понять, что интернет подразумевает, ну, предоставляет возможность анонимности, поэтому каждый должен быть анонимным. Вот, ну, и, соответственно, я много путешествовал до 17-го года, каждый год я 5-6 раз въезжал в разные страны мира, включая Евросоюз. Я никогда не был в Америке, никогда не был вот даже в Северной и Южной Америке, как по континентам, но весь остальной мир я объехал. В Австралии не был тоже, нельзя так говорить. Был в Европе, ну, много где было, скажем так, вот. Вот, но даже в 17-м году я съездил в Грецию, я съездил в Финляндию, то есть это все как по Евросоюз, и меня арестовали в Испании просто потому, что был сигнал в Америке, тогда в 16-м году была выбора президента США, и я так понимаю, что когда демократы проиграли, они в 17-м всех, давайте типа, ну, свалим это на русских хакеров, такой буквально, и давайте арестуем всех, кого можем. И в тот год арестовали, ну, 5 или 6 человек, вот Станислав Лисов, я с ним сидел в одной камере в Испании, совершенно другое дело, то есть они всех, кого могли, достали, поэтому, ну, они были не готовы, скажем так. Возвращаясь к твоему вопросу, дианона, я считаю, не было, то есть, ну, вот, публичного. То, что агенты сделали свою работу в течение лет, и где-то мое дело было уже с реальными данными, это да, а оно было, наверное, в годах с 11-х, судя по всему, то есть меня могли арестовать, по идее, и в 11-м, и в 12-м, и в 13-м. Сделали это именно в 17-м, когда был приказ, потому что много бы доказательств по моему делу не появилось никаких. Они все были там, ну, какие. Вот, как-то так. Понятно, то есть, все-таки, так скажем, начало дэанону положил тот домен, который был зарегистрирован в самом начале. С него, наверное, вышли, да? Вот, публичного дэанона, да, публичного дэанона, я не думаю, что агенты ПВР или кто, кто расследовал мой кейс, как-то использовали данные со спамхауса, нет. А да, они там светились, когда у них совпало это с оперативной информацией, наверное, они не раскроились, то есть, когда они, то есть, по сути, там была пара ошибок таких, как там отвалившийся ВПН в деле. Я прямо скажу, я был спамером, то есть, я себя расценивал как человек, который шлют почту. И я всегда думал, что в мире гораздо больше других проблем, понимаешь? Есть и террористы, например, и те, кто продают наркотики или оружие. И вот этими людьми надо заниматься, ну, в первую очередь. А кто я такой, дур, ссылаю письма. Но, действительно, я плохо знал американские законы. Они очень отличаются от наших. И по ним, ну, вот конспириси, так называемый, сговор. То есть, у нас, например, если я пример опять приведу, такой, как в зале суда, всегда в Америке приводят примеры. То есть, криминальные кейсы вот такие компьютерные, мало кто понимает, мало понимает присяжные, поэтому всегда уходят в примеры. А вот тут пример будет такой. В России, если, например, ехали грабить банк, привел машину, и твои напарники зашли в банк, там началась прельба, умерло несколько человек, вас всех поймали, ты получишь свой срок за то, что ты вот ввел машину, да. То есть, ты, в принципе, не можешь отвечать за то, что произошло в банке, да. У тебя не было своего пистолета, в первую очередь, ты вообще не знал, что у этих ребят пистолеты, да. Ну, ты понимал, что вы куда-то едете, да. То есть, ты получишь свой там срок, как водитель, участник преступления. В Америке, даже если ты помог заправить машину, то есть, ты заправщик, там, заправки, видите, ребята ехали, ты вставил пистолет, их заправил, но ты знал, куда они едут. То есть, ты услышал разговор, ну, то есть, прокома докажет. Вот он знал, вот, смотрите, ты получишь срок, как тот, мало-то участник, ты получишь ровно столько же, сколько получил человек, который убил в банке двух человек, включая ребенка. Вот он садит на два пожизненных, и ты, заправщик, который вставил пистолет в машину, и заправил бензином, я не шучу, ты не дал им пистолет, это прямая аналогия, ты заправил бензином их машину, сделал свою работу. Но ты знал, куда они едут, и в суде это доказали. Ты получишь два пожизненных срока. И вот именно поэтому, он говорит, американцы ступачи, они там стучат. Нет, они знают свои законы, они понимают, что сейчас происходит. Вот он краем уха услышал что-то, и он понимает, что вот тот человек, который напротив со стаканом, он тоже слышал, что я слышал. И этого достаточно, чтобы я сел в тюрьму сейчас, поэтому я лучше пойду и позвоню. Ну, от греха подальше, позвоню в полицию и скажу, я слышал, там, когда дают наркотики. Не потому, что я стукач, а потому, что я могу сесть за продажу наркотиков на пять лет, на крена мне это надо, ну, вот, по-человечески. Вот поэтому у них такая система работает, у них, то есть все стучат друг на друга, да, и мы бы, наверное, в таких ситуациях тоже бы все стучали, но, ну, грубо говоря, да, скажем так. Вот. Это опять не значит, что я там кого-то стучал или сливал, там, я видел какие-то часы к этому видео, но вот нация работает, нация работает именно так, и я как человек могу их понять. То есть, если ты, и опять же, я, вот мой моральный долг, например, не позволяет мне сливать моих подельников, да, вот, например, я, если с тобой совершаю преступление, да, и я попался, я считаю, что я не должен про тебя рассказывать ничего, и я также считаю, что ты должен мне помогать, в свою очередь, в поле, там, пока я сижу, как бы, за тебя, да, а ты там, а мы клипли вместе, ты, как бы, мой должник, ну, вот такие у меня моральные эти. Но если, например, я тебя не знаю, я на улице увидел тебя с пистолетом, ты хрен знает, куда идешь, я считаю, что я могу позвонить в полицию, то есть я не участвую в твоем преступлении, мы никак не договаривались с тобой, правильно? А, Никару, почему я должен за тебя отвечать? Ну, вот, у меня свой уровень морали, он очень четкий, определен. Вот я вот это заметил, хороший принцип у вас, у тебя. Вот, да, должны быть у всех какие-то, да. Касаемо, что демократы проиграли в интернете, читал, что ты говорил, что работал на Единую Россию. Связано ли это как-то, что они, возможно, знали, что ты работал на Единую Россию, и правда ли ты на нее работал, и что ты делал, если на них работал? Да, значит, смотри, начну немножко издалека. Да, то есть меня арестовали в Испании в апреле 17-го года, и я, конечно, охренел от этого. То есть я никогда не был в Америке, почему я должен ехать в какую-то страну, где у меня визы никогда не было в жизни, в Америке, и там отвечать по их законам. И я стал бороться с этим, я нанял дорогого адвоката в Испании, и всеми путями боролся. По законам Испании, как сказал мне мой адвокат, на который я могу сослаться и дать его имя, он это подвердит даже тебе, если ты как журналист ему позвонишь, чтобы по-русски разговаривать, он испанский. Он мне сказал так, ты можешь врать. По законам Испании в суде обвиняемый, если ложь может ему спасти от срока, как бы, говоря, если это ему помогает, он может брать. Поэтому вот Единая Россия, то, что я работаю на Единой России, это просто была откровенная целиком Бош. Вообще план был сказать ФСБ. Да. Малин сказал адвокат, ну они тебя, то есть это был уже последний этап, когда я проиграл, это была апелляция уже последняя, он сказал, ты видишь, ты уезжаешь, шанс у тебя есть последний, скажи, что ты работал на ФСБ, на Путина, и они обосрутся тебя отдавать американцам, и все это отложится. На что я ему сказал, я сейчас сам тогда обосруюсь, если я с такими близкими пойду. Ну, ты понимаешь, да, как бы, я даже никогда с ними не был связан, да, если бы я бы даже что-то с ними был связан, уже подумаешь, здесь раз говорить или нет. А выдумывать такое, мне кажется, это совсем за пределами, как бы, да. Вот, поэтому я сказал, я все, что мне хватило, это я заменил ФСБ на Единую Россию, как бы, и собрал в суде, сказал, что я работал на Единую Россию, это ошибка. Я понимаю, что, может быть, как патриот я поступил не очень хорошо, но я считаю, что Россия должна была, блядь, меня забрать домой, да, вытащить меня из этой ситуации. То есть, если она меня не смогла вытащить сама, значит, я могу сослаться на Единую, чтобы не уехать в Америку как гражданин. Я же платил налоги всю жизнь, правильно? То есть, логика была такая. Вот, я немножко действительно участвовал в политической жизни России, но никак не связан с Единой Россией. Я собирал подписи, еще студентам начинал собирать, просто сам ходил по, зарабатывал, да, может быть, ты тоже этим как-то занимался. Многие, это было прибыльный бизнес. А потом я просто, по сути, это была бригада студентов, и я был как бы организатором, и мой пик это было до 100 человек. То есть, я был крупным сборщиком, политическим, агитацией занимался. Это напрямую политическая активность. То есть, вот это я доказал в суде Испании, показал документы, сметы, потому что это был мой шанс не уезжать в Америку. Там было 4 пункта, по которым нельзя выдавать гражданина. И я все 4 доказал в суде Испании, чтобы ты понимал. Достаточно одного из 4, а я доказал документами все 4, чтобы не ехать в Америку, но это мне совсем не помогло. То есть, Испания не имеет своих. Слушай, это все было такой театр большой. То есть, настолько разница между испанскими судьями и американскими, что я вот еще одну мысль скажу, очень важную. Я считаю, что ты должен ее выделить в своем интервью и ее акцентировать. Если кто-то попадает в такую ситуацию, неважно, хакер он или не хакер, тогда его арестовывают за границей по запросу из США на экстрадицию. То есть, ну, арестовывают. Не надо с этим бороться в этой стране. Вы все равно уедете в США, чтобы вы не делали. Какой бы вы ни были богатым. А 99% уезжает людей, и вы не хотите в тот процент, который не уехал. Они либо умерли и не дождались экстрадиции. Либо вот есть пример Саши Винника, которого арестовали, это владелец биржи BTC, ты можешь быть знаешь. Его арестовали в тот же год, что и меня, в 17-м году. Мы не связаны с ним никак. Меня взяли в марте в Испании, а его в апреле прямо после меня в Грецких. И Путин даже приезжал, по-моему, в этот год в Грецию, и он запрос получил на экстрадицию в ту же неделю. То есть, он заплатил просто. Ну, это моя спекуляция, я не знаю. У него были все шансы. Вот он уходится до сих пор. То есть, он съездил во Францию, опять его привезли в Грецию. То есть, он пять лет провел в тюрьмах Европы, и никак свою проблему в США не решил. Когда это все кончится, он поедет в США и будет отвечать по американским законам с самого начала. Потому что все, что ты отсидел до того момента, как тебя самолет перевез через границу в США в наручник, это не считается. То есть, судья может засчитать этот срок, если он добрый, сказать, вы отсидели, вот пять лет я вижу, я вам рассчитаю, как половину, два с половиной. А может сказать, нет, вы бегали от правосудия Америки, все, что там происходило, это ваше личное путешествие там. Как вам там было, Александр? То есть, вот это большая, мне кажется, ошибка. Поэтому, если к вам подходит, вы арестованы, а вот запрос на экстрадицию, правильная стратегия сказать, отлично, где подписать, я хочу уехать сегодня. Сегодня все равно не получится, это займет там неделю, две, как бы вы ни старались, но когда вы приезжаете в Америку, перед настоящим судьей, и вот эти ряженые в Испании, которые даже не могут одрядиться, как судьи, просто ряженые, которые смотрят в стол, ничего не говорят, а нормальный судья, который посмотрит на вас, и вы скажете, господин судья, вот произошла такая ситуация, две недели назад получил вот эту бумагу, о том, что кто-то меня разыскивает, я никогда раньше не был в тюрьме, я никогда раньше не арестовывался, это все неправда, то, что здесь, я это собираюсь в вашем зале суда доказать, мне нужна возможность подготовиться, изучить дело, поэтому я готов сдать свой паспорт, снять квартиру вот здесь, надеть браслет на ногу, да, мы не то, что я не убегу, все сделать, что вы скажете, отмечаться каждые там 6 часов, но я хочу просто как нормальный гражданин, я никогда не был в тюрьме, почему я должен идти в тюрьму, а по законам США я не виновен, пока вы в суде не доказали, что я преступник, у судьи не будет шансов тебя посадить в тюрьму, даже если ты вот, ну если ты ел детей американских, то, наверное, тебя посадят в тюрьму, да, если у тебя ничего нет в Америке, ты нищий, и ты съел 10 американских детей, наверное, прокурор скажет, ну мы не можем его выпустить, он может на улице сейчас укусить ребенка, но если ты просто вот хакер, даже если ты там миллиарды спер, а действительно у тебя ничего нет в Америке, если ты вот так объяснишь это судье, ты останешься на свободе, скорее всего до суда то есть потом будет суд и если ты виновен может быть тебя посадят но ты можешь затягивать вот это правильная стратегия посмотри что происходит вот лихтенштейн это не надо далеко ходить недавно арестовали в нью-йорке двух муж и жена который как вот так и на его жена которые украли мне много денег вот они стратегию начали затягивать что они вышли как бы ну и пришлось залог большой заплатить и они начинают затягивать а их прокурор хитрый что сделал который он взял выпустил жену жена пожалуйста на свободу а его и не сказали нет даже на 8 миллионов сидит в кабеле и вся стратегия разваливается этого затягивания то что я не выгодно теперь затягивать да он сидит в камере так а жене наоборот выгодно чтобы этот суд прошел через три года потому что весь этот срок насчитается как бы где один касса зла и получается на нет ну да да вот поэтому это специально сделано не потому что они думают что он бежит потому что они думают что он там бросит все у него все в америке все его имущество нет а потому что им надо и чтобы он принимал решение и подписывал всю сдачу и все я забыл вопрос возвращай меня вот как вопрос был про связь с единой россии и так далее потом уже все перешло советы которые кстати отличные советы ты кстати когда тебя задержали ты этой стратегии продерживался про которую сейчас рассказал нет я сделал большую ошибку я стал бороться в испании от страха и никто этого не рассказал понимаешь мне не было ну точнее испанский адвокат сказал сразу когда взял свой гонорар он сказал лучше согласиться лучше поехать сейчас вам будет легче там в америке то есть но я уже к тому времени как бы месяца два просопротивлялся нахрена тебе заплатил такие деньги что ты мне сказал деть в америку как бы давай делать по полу я по полной сопротивлялся собрал все доказательства что я в политической жизни участвовал в своей страны потом я офицер запаса у меня секретная военная специальность учетная ракетчик я как бы послушал военную кафедру но я подписывал каждый день военных кафедры секретные что я не разглашу это все и не умоем технический университет прислал в испанию официальные документы что я обладаю секретными знаниями все это ни хрена все не помогло понимаешь что и так настолько приспал все было смешно потому что должен тоже остановиться меня арестовали 5 утра не пришли ко мне в квартиру я снимал в испании дорготель на две недели приехали семью я снял квартиру они выловали дверь пять утра меня забрали и соответственно вечером я попал к судье и у меня уже был адвокат к этому моменту то есть когда меня арестовали жена спросил что делать игруши адвоката она через посольство нашла женщину адвоката привезла ее ко мне полицейский участок мы подписали договор я все и рассказал как ну что мы будем делать и вот и вечером суд я прихожу в суд а мне судья говорит вот ваш адвокат это бесплатно чем адвокат они пихают тех же самых у лесова у всех понимаешь в этой испании случайный адвокат который компьютером назначается случайно из списка до чтобы не было коррупции в делах а сайбер криминале очень странно удачно все время один и тот же ну конечно случай случай то есть программисты должны понимать что случайность может повторяться ну вот мы понимаем у всех пятерых тот же самый бесплатный адвокат и тот же самый переводчик еще который тоже выбирается из списка и там по русскому языку и десятки ну вот нужен этот в общем цель началась это в зале суда просто какая-то комедия когда я сказал где мой адвокат она сказала вот и кабинет не нужен мой она вышла куда-то звонить то есть это судья она обучалась в америке пять лет у нее бизнес в америке это законно в испании судья не может иметь бизнес а в америке пожалуйста она в америку летает каждые полгода отдыхает такая испаноамериканский судья оказалась вот она решает она вышла куда-то с кем-то поговорила вернулась и поперла по делу как будто ничего не произошло просто зачитала все вопросы скала все вы едете в тюрьму а меня внес вниз когда меня через лифт выводили вниз а ко мне охранник обратился на английском он сказал вы знаете я не понимаю что сейчас произошло я в жизни никогда этого не видел своей жизни сколько здесь работаю я погубил сейчас час вот имя назвали баргарита лепина ваш адвокат я погубл до это испанский адвокат мюрицы и я и сейчас все снова для вас сделать я сейчас ей позвоню и все расскажу все что я видел дословно вот это это все что я могу ну то есть вот и вот все сделал действительно есть запись этого суда комедии а не сейчас я думаю не удалены если можно и за просильные мне сказал адвокат так ты выходишь на свободу то что сейчас произошло это настолько серьезное нарушение что босс и мафии выходили на свободу в испании есть примеры вот эти могу кейси дать базовым право на адвоката на своего это базовое право человека в европе никто не имеет права лишить никого этого права поэтому тебе повезло сейчас выходишь ты должен в течение 24 часов покинуть испанию то что нельзя листавать второй раз запросу который есть мы это проследим все но это ни хрена не помогло то есть апелляция просто было то ли спущена в унитаз то ли что-то то есть ко мне адвокат грустный приходил бы они приходили несколько там я понимаю что них эти грустные лица такие тренированные но они скоро низко мне стыдно то есть петр я вижу что происходит сейчас системе я ничего не могу с этим сделать мне стыдно за то что сейчас происходит ну вот так обстоят дела в твоем деле не работают законы в самом деле законов нет и поэтому я думаю что адвокаты тебе ты можешь нанять кого-то еще там я с ними ругался пожалуйста ты же видишь вот апелляция они должны ответить в течение 10 дней они сделали вид что ее потеряли а когда подали вторую они ее по срокам пытались завернуть потом приняли в общем там просто был театр абсурда на последнее заседание это уже аудиенции национальных высший суд испании трое судей они на меня ни один не посмотрел то есть они сидели смотрели в стол и это знаешь меня удручает очень сильно ни один из трех судей ни разу не пойду глаза когда мы закончили с адвокатами я говорю а когда будет решение но они говорят меньше недели никогда не бывает у тебя дело сложно и же видишь мы сейчас только документы твои зачитывали там у недели две на следующий день выкатывать постановление до 15 листа русские спалось если испанский английский язык все прям ну там отклонено все-все они говорят это нереально даже на испанском напечатать всем чтобы перевести нужно два дня а потом они мне говорят а посмотри это вообще не с испанского на английский перевод вот это и вот это показывает что это наоборот английский испанский перевод это решение испанского суда было написано заранее где-то в другом месте на английском языке а потом переведено типа на испанский короче я могу сказать что испания это шлюха соединенных штатов у них нет своей системы и вот все что я вижу по греции по и далее весь юг европы это больше не страна это территории на которых проживают какие-то люди которые сами не знают какие законы действуют потому что американцы также выдергивают у испанцев то есть думаешь что они только выдают типа граждан кто к ним приехал на отдых нет также идет поток испанских граждан кто там нарушил закон какой-то в америке что-то там сделал не так а вот обратный процесс идет гораздо туже например испанцы тоже запрашивают у сша иногда своих граждан по обычным испании шла бража не выдает 15 15 процентов то есть если в эту сторону 98 чем-то в эту 15 процентов то есть каждый шестой неудачник улетает остальные судья америке говорят что это все бред я гражданин теперь америке или не знаю что они там говорят поэтому вот из всей европы я слышал что франция и вот германия две страны которые еще немножко в своей правовой системе пытаются что-то сохранить то что там написано в законах потому что правовая система это же закон это не то что ты думаешь что вот надо отдать на то уволит открыть прочитать и сделать вот осталось это немножечко немножечко в германии во франции вся остальная территория она сделает то что скажет соединенные штаты и не то что про отдельных людей а вообще целиком как все что угодно грустно про соединенные штаты какое к тебе было отношение вот у американских властей пытали ли они там тебя или пытались что-то прикрепить того что ты не совершал как там это работает половина моего дела это было то что я не совершал то что им пришлось в итоге снять значит работает так я приехал когда в америку в феврале 17 года я не смог оказаться на свободе что я пробегал эти 11 месяцев до пытался уклониться от экстрадиции и плюс ну 17 лет криминальной деятельности все и нет никакого имущества в америке поэтому я посадили в тюрьму и я начал там ознакомливаться со своим делом это сложно не очень удобно что не можешь погуглить аналогичные дела когда ты просто есть документы у меня заняло примерно год с моим уже американскими адвокатами которые тоже заплатила приличный денег разобраться в этом во всем я начал бороться просто у меня был курорку анесса ричардс который в итоге потеряла работу как я понимаю не говорили бы ее уволили ушла в коммерцию после меня она работает припал сейчас и для государственного прокурора ее возраст этот я считаю отставка потому что не еще сажать и сажать других хакеров но видимо мое дело пошло не так как-то и по сути мы просто понять как бы там смотри как у тебя есть варианты либо ты сознаешься и тогда судья решает твое будущее либо ты говоришь это не я или это не так все было и вы идете в суд присяжных так называемый по нашему и там уже решает суд присяжных виновен ты или нет и потом все равно судья назначить срок срок все равно сосудил 7 суд присяжных это достаточно опасно для обеих сторон потому что если пойдешь ты ты получишь если тебя докажут что ты виновен а доказать еще тогда вот эти русские хакеры мания один адвокат искал петр они за полчаса тебя приговорят они идут обсуждение займет полчаса понимаешь эту новость смотришь на как раз весит поток шел что русские взломали выборы там чё там посильнее только не показывают вот это 18 год значит уже там все равно русофобия там демократическим каналом особенно здесь это основная тема что то надо же кого-то бояться китае далеко россии блин вот поэтому я разобрался в своем деле и стал вести переговоры ей тоже было интересно со мной договориться потому что она тоже понимает что у нее шансы проиграть тоже есть кто знает какой-то будет жюри присяжных и вдруг там например там бывший русский там один другой еще чуть там у них своя процедура выборов утрирует там конечно они не допустят того кого не хотят обе стороны могут отклонить по три по-моему присяжных и что-то такое вот но не судя это опасные для них потому что во-первых это стоит там миллионы баксов просто американских благоплательщиков тени каждый присяжный с работы уходит в этот день еще компенсируется как бы да вот и плюс если они проиграют я еще подам в суд потом что у меня жизнь слова надо что 17 года я сидел в одной стране но это нам нельзя будет обвинять но все равно то что я посидел в америке за каждый день буду судиться и высушил поэтому надо договариваться вот вы короче в итоге из восьми пунктов обвинения которые миссис личерс считала что я совершил осталось 4 я считаю самых легких четыре сложных пришлось пришлось снять 4 сложно пришлось снять потому что я просто отказался их подписывать это был мучительный процесс десятки встреч нельзя сказать под 10 встреч которые заканчивались первые криком друг на друга как бы и все я увозили обратно но она была боевая женщина такая молодую валентина матвиенко знаешь что ты в молодости она мне сразу сказал я тебя выебала короче в первый раз стыкла ну а айфакю айфакю как хочешь переведить то есть айфакю я перевожу как я тебя выебал язык скудный как бы да поэтому может быть она имела ввиду я тебя трахнула я тебя потрахиваю сложно это все будет айфакю вот ну и по дальше так получалось когда переговаривали некий система баллов потом знаешь когда ты признался еще кто признаешься по маленьким пунктом по всяким и за каждый балку с основные баллы то сколько ущерба то есть милли долларов считают ущерб а там прямо таблица идет сколько денег сколько мало сколько денег у хакеров обычно много пуши денег много получается потом количество жертв тоже там одна жертву столько баллов летом до пяти столько у пакеров опять столько жертв что они максимум баллов поэтому обычно получать вот есть пункты которые мы не спорили есть пункты которые мы спорили на некоторых я начинал смеяться и срывала просто крышу она начинала тоже кричать не переговоры заканчивались на этом потому что все стороны устали но мне прикольно было как бы почему нет все таки ты выезжаешь из тюрьмы с адвокатом тебя получали договорились короче тебе до 14 лет на тебе хотели дать суши нет изначально общий срок газеты спекулировали вообще цифрами по 100 лет начали так вот по моему их было 50 вообще в самом начальном обвинении 50 счет а но там один пункт вообще был не к силу не городу на 25 лет в общем получилось так что тогда все поснимали я по сути признал его кожи по приличный срок там чуть ли не на 8 ну в общем там опять от баллов зависит то есть я признал по четырём пунктам по конечный срок который типа я признаю зависит от того как суде с судьей договоримся с баллами а у нас до конца оставались разногласия с миссис ричардс и мы так и не договорились по части пунктов что она считала например что я получил профессиональное образование в своем вузе санкт-петербургского государственного технического университете которая помогала мне совершать преступление и я подпадал под штуку например как офицер полиции которому научились стрелять пошел и застрелил какого-то человека понимаешь то есть ты использовал свои профессиональные качества которые дало тебе государства чтобы совершить преступление и это дает баллов ну нормально а я начинал ржать потому что я одну помнил свое образование но она была неплохим кстати но она точно не помогала мне с преступной деятельности или по крайней мере это надо доказать в суде визуал нельзя сказать он получил инженерное образование значит это его там научились то что он собрал докажи теперь этот покажи конкретную лекцию где вот учили собирать это устройство для бомбу собрал да или как-то вот так это делается в моем случае у нее было смешно это что-то почему я доказательство то что она считала что все это прям в суде будет отлично я начала ржать и говорил что не бывает таких тупых американцев я не верю что она найдет таких 12 тупых американцев начинался конфликты восходить потом две недельки остывали там она оставала я оставал и опять начинали опять в итоге я все подписал судья меня приговорил в итоге за отсиженная то есть я в камере провел 33 месяца и три дня это чуть меньше трех лет но мне засчитали весь срок с браслетом то есть когда ты выходишь на браслет и вот нужно сейчас сидит уважаемая жена лихтенштейна на браслете это тоже считается как будто ты в камере по американским законам вот такой парадокс ты сидишь дома у себя с браслетом и это идет срок а если ты сидишь за границей в камере может быть где-то не в индии где знаешь мы всегда сидишь это не идет в срок ну вот так вот в америке они не могут контролировать где ты там сидел ты без украины принесешь бумагу то есть как это вот тебя поймали да например хакеров привезли в америку 50 лет типа срок а ты достаешь бумагу из украины что ты отсидел уже 60 сложности типа что тебя отпускать ну вот грубо говоря так понятно касаемо твоего бота вот через что ты все слал ты его сам писал или все-таки это посторонние кодер аутсорс на и какие-то или как значит по поводу бота по сути называют три года storm warm келлиас и валидар валидар потом келлиас это все одна система которая развивалась с течением времени она заимствовала код частично и больших достаточных количеств это переписывал с нуля протокол а какие-то брал плагины готовы но смысл переписывать то что и так работа но борьба стереть 90 процентов всего кода я писал сам который за всю жизнь использовал процентов 5-10 аутсорсал таких задач например которые рутинные неинтересные например у меня мой вот собирал там пароли не только в теперь себе в типе он не только в типе сыграл опять же это для рассылки спанов никогда не собирал погони в типе чтобы зайти на твой сайт и там подменить кошелек или украсть кредитные карты мне только было интересно скрип закачать чтобы спала прослать и все то есть я специализировался только на рассылках делал я это разными способами я умею слать всем чем только можно хоть суть угол вот напомню еще раз работ вот и соответственно рутинные задачи писали люди я всегда в сорт в исходных кодах все это забирал все это сам понимал то есть я по сути как сеньор разработчик все равно участвовал ты не можешь говорить например сеньору что он там это не его код если ты его виду и написали его на по сути командовую команды не было в разное время были вот нанятые программисты один-два там три было за все время такие вот рутинные какие-то вещи всегда что-то надо улучшить среди его твоих клиентов что больше пользовались популярностью пользовалась это банковские фейки какие-то были или также ботов всяких слали тоже видел ну смотри если же нас клиентов то есть я как бы рассылал спам не только для клиентов да я слал свой спам и спам клиентов поэтому если ты вопрос поставил так что больше всего заказывали клиенты опять зависит очень от времени да если там двухтысячный год это одно 2017 это будет другое наверно из популярных направлений это на дропов американцы то есть job offer так называемый рассылка предлагающая работу и по финансовым последником либо вещевиком да то есть присылаешь вещи достаточно направление популярных всегда там десятка процентов может 10 процентов 15 процентов потом фишинг да пишем даже побольше наверно был то есть по сути письмо которая ссылка ведет куда-то там где не тот сайт а другой да то есть это письмо два тоже такое на популярное прямой рекламы было достаточно много в старые времена было например очень много ульем софт так называемый был когда ты тот же софт покупаешь который коробки по тебе он скачиваю не дает с ключом а ключи там судя по всему для студентов они вообще бесплатно доставали не знаю откуда пали ключи или воровали ключи суть в том что это софт со скидкой типа 90 процентов то есть так у тебя там акробат ридер там или там лучше какой-то получше пример то есть микрософт офис так у тебя там стоит столько-то а здесь ты можешь получить скачать получить ключ это 90 процентов это тоже криминальный бизнес потому что микрософт об этом не знает и в этих ключей не авторизовывала такой продаж но по сути согласись то есть это просто реклама ты рекламируешь товар люди получают платят получают все счастливы такого было много разного даже локальный бизнес заказывал какой-то знаешь питере там какие-то слал вот какой самый большой баланс и длинновременно у тебя был в битках у какие-то интересные ну как сколько заработает сколько ты заработал нет вот нет прям вот просто самая максимальная сумма которая в какой-то момент была на кошельке да у меня это моя головная боль у меня было 3800 биткоинов которые я как бы пошел и в тот же день продал как как их получил не продал по 12 баксов по моему ну то есть заработал 40 тысяч чем-то долларов за один день и это было ну среднемесячный заработок так если за все годы что помню что радовался нормально заработал как за месяц прошлый вот но сейчас это да это сотни миллионов и поэтому это грустно но еще плюс наверно за все время еще тысяча может прошла биткойнов я их сразу получал по продавал потому что не нравилась нестабильность курса я все-таки делаю бизнес у меня есть расходники свои но всем всегда говорил храните храните биткойн будет расти биткойн будет миллион и вот мне сейчас тесь например пеняет он тоже меня спросил тот же вопрос когда-то потом спросил сколько сколько 370 да нет 3700 опять ты же мне говорил все время типа он сам вообще не покупал ни одного биткойна просто ты же мне все время говорил хранить писан да это такая вот лошадь скажу сам не попадался никогда на каких-то ботов там крипту у тебя или учетки какие-то не воровали суши нет я все-таки специалист когда ничего не воровали один раз у меня не было приятное такое приключение в жизнь один раз меня сломали ну я видишь видимо из всего могу сделать лимонад я так понимаю что никакой боли вон ты не получил ты все равно получишь лимонад то есть я рассылал тогда стоки спам пандам это такой бизнес когда ты берешь дешевую американскую компанию и спамом ее разгоняешь интерес к ней а потом эти акции продаешь на пике это называется пандам 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 накачка сброс вот и я занимался этим тогда у меня в этих стоках был партнер который сам тоже этим занимался и вот если отслеживал не только свои рассылки но еще и весь весь рынок этого пампан дампа тогда был такой диметриус дима если ты меня смотришь привет тебе большой дмитрий ежегородцев по моему фамилия новгородцев и суть он ушел давно из спама но тогда он был владельцем руссок батнета и крупного батнета и он тоже слал стоки у него же батлет назывался руссок то есть его назвали в честь стоков и поняли что он ру что он русский видимо как-то по ходу там его этого самого и мы конкурировали я естественно что-то шлют я следил что он письма делать и он также следил за всеми моими мы там друг у друга я например картинку стал рандомизировать первые у меня буквы на картинке а он каут-клуб заголовки научился генерировать что он там каут-клуб очень хитро генерировал айди надо было именно разобрать бинарник от реверсить потому что нам очень хитрые параметры брали чтобы сгенерировать айди антиспам системы проверяли вот это я у диметриуса вытащил из его этого самого из его бота прямо вот а соответственно он вот у меня какие-то идеи короче тырил и вдруг я получил спам и вижу что это вроде мой спам я вижу по заголовкам что это мое письмо я вижу по генерации что это мое знаешь повторить это невозможно потому что как и сам там много очень когда весь рендом складывается облако ты понимаешь вот это моё и попробуй повторить а это не мой сток я при него даже не знаю ничего в этот сток я написал брокеров это не ответил там кто-то сказал другой да это я тебе не скажу кто шлет я стал на партнера напротив смотреть задумчиво ну мы не стали ссориться мы стали разбираться вот это и я ему поверил что это не он у него там и технических не было скажем возможности я все контролировал как и вдруг я понял что это короче надо разбираться я просто нашел на своем сервере собственную копию своего собственного софта у меня была привязка на всякий случай не стырил тот же партнер то есть мой скрипт работал только на моем сервере если ты его скачаешь к себе куда-то он не запустится и там было достаточно хитро сделала то есть он часть кода запрашивался я готовил к продаже старался то есть я думал как бы да варьет ну то есть типа не веб-интерфейс потому что люди там куда я базу закачиваю мне как бы волнуются а так ты даешь весь софт целиком этого человека на сервере и у него все-таки немножко побольше контроля то есть он может как следить чтобы мой клиент никуда не обращался к непонятным адресам попытаться там поймать вот и соответственно нельзя было просто слить софт короче хакер один действительно пробрался на наш сервер это была уязвимость в центре когда не наша он он именно нас атаковал потому что он нашел сервак через ботов понял что мы спамер и он именно хотел технологию украсть он получил доступ к серверу поднял привилегии получил полный доступ но не смог сон забрать себе он пытался очень я сейчас рассказал потом с нему поговорили но не смог и поэтому он сделал что он взял свою базу а у него была он сломал только штаб или трейд брокера это американский крупнейший брокер у него была база там вас сильнейшая просто я такую базу нигде не мог достать так вот эту базу закачал мне на сервер скопировал мой софт и стал слать прямо с моего сервера и он судя по всему несколько дней делал короче когда это все пошел я естественно базу забрал скопировал в общем потом так получилось так что он пытался он эту ну когда это все перенес уязвимость не было установлено на второй сервер пошел за мной уже так слать не побоялся но он базу пытался типа подвинить он оставил первую шапку е-мейлов которая настоящая а весь зад у меня естественно все это было в резервных копьях уже посчитал ну я в общем я его выгнал сервака оставил ему записку по имейл типа напиши мне вот а я по имейл давай поговорим он мне написал в итоге он какой-то китаец если он не соврал по русскому не говорил он сказал я не думал что вы найдете ну во-первых я сказал спасибо за базу то есть я начал с чего я эту базу пустил на следующий день рассылку и заработал в 10 раз больше за один день еще не меняя больше даже я ту же самую компанию слал первый день что-то зарабатывал второй день потом эту всю ситуацию провалил надо попробовать базу хакера ставлю на третий день и у меня был чтобы было все в небеса то есть я ему написал брат спасибо тебе за тогда у меня таких глаз не было я тебе очень благодарен короче вот не а как ну как же ты так у хану смогут я думал вы не найдете короче снова ну это была каш такое знаешь как не найдете больших файлов это сложно спрятать и больше дальше диалога не получилось я пытался него еще базы купить и куда партнерства ты мне базу я там еще короче как начали плохо да лучше он же меня сломал я особо тоже не настаивал но у парень шарил то есть уязвимость была действительно сложная вот она была тогда приватная и мне повезло что она стала там пабликом быстро что я вот что он зацепился хорошо вот и так установил то есть мне пришлось с нуля перестанавливать два раза он на второй сервак за мной пошел и пока я уже до конца не понял как он это делает не пошел все его крючки 3 когда перестановил с нуля уже все не получилось я закрыл уязвимость вот это вот единственный раз когда меня сломали но согласись я из этого получил свой либо вот больше к сожалению меня никто не ломал я больше не к сожалению слушай ну вот недавно говорили там про анонимусов там еще что в этом кто пакет то не хакет как бы я считаю что хочешь попробовать пробуй вот у меня даже сайт писи в интернете что-то никто никак не не может сломать то есть если ты действительно у меня антивируса не было 17 лет работал на windows да я сейчас перешел а правильно операционную систему да я синтос такой как у меня будет у них стать стал да потому что макрос еще хуже чем windows сейчас стучит и кто-то на макбуке работает это мне кажется вообще люди как бы очень плохо понимают что происходит потому что лучше уж тогда идите на виндул обратно чем переходить на макбук ну вот unix наше все сейчас а тогда я работал на винде до семнадцатого года совершенно спокойно и никто никогда не смог составить сложности а тогда поверь можно было пытаться какой-нибудь файл сделать из каких-то серого зашли вот и послать не да и так люди делали там что только люди делали за все 17 лет и никогда я случайно ничего не запустил когда я ничего ошибки не сделал антивирус у меня никогда не было у меня был фаербол до меня помню спас как раз но антивирус никогда не ставит понятно касаемо вот крипты все-таки тематик моего канала больше крипты ну где-то раньше хранил крипту и где сейчас хранишь я имею ввиду там просто bitcoin валит трезер лет что-то еще да 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 обязательно может ноды свои поднимал значит смотри я с даркой нам сейчас у дашь называется даже был до по моему у меня была и вода я по крайней мере его манил насчет но да не уверен там тысячу нужно даши этих я хотел по моему моды сделать я был преступный план я не буду его озвучивать может быть кто-то начнет делать и потом дашь скажет печеном убил весь блокчейн нет 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 ну и не хочу вот значит дашь я занимался была у меня рода даша я думал как сидела хорошо на этом зарабатывать и придумал но не стал биткойн у меня был а в полный клиент работал у меня конечно пока не стал блокчейн совсем большой неприлично потом я перебрался на мультибит это был такой кошелек который закрылся его поглотил кто-то из известных игроков вот я использовал для биткоина до семнадцатого года мультибит ну это как веб-кошелек будут на метамаск похож сейчас достаточно секьюрных гранит ключей но не требует никаких флешек ничего сейчас вот я советую всем не хочет покупать никакого специального защищенной флешки вот метамаск мне кажется это очень удобно очень безопасно сейчас я лично кланю на леджере потому что у меня во первых я сейчас запускаю проект который не позволяет мне просто пользоваться одним метамаском я считаю это будет по отношению к инвесторам до семерада в неправильном месте хотя я вполне уверен что мой метамаск на убунте на специальном аккаунте куда я хожу только платить крипту в полной безопасности я использую леджер мне нравится трезер тоже уважаю они не сильно леджер у меня этот на на x но он по большому счету не нужен если ты не хочешь с телефоном использовать он работает по bluetooth только с телефоном а если ты хочешь с компьютером использовать все равно надо будет провод поэтому лучше сразу купить дешевый леджер если ты в принципе не планируешь кроме как на компьютере использовать отличий не будет никаких вообще леджеру ты доверяешь у них же код закрыт весь исходный никто же не знает что там внутри слушай лет же прошли аудит не один да ты прав они же прошли у французских компаний аудит только делали его аж во франции насколько я помню я честно говоря внимательно не изучал историю леджер я думаю что просто сама ты прав конечно можно если если есть бэкдор и можно из флешки все стырить и как это не спасет я не думаю что это угроза существует для таких известных двух кошельков как леджер и трезер потому что ну это просто знаешь такого уровня компании где не спрячешь такой то есть ты не сможешь быть и видовым инженером чтобы это все у них там каждый фулли квест и все они там они разбирают не только они вот даже когда выходит например программа леджера я уверен что сотни пытливых глаз внимательно смотрит что поменялось бинарники потому что это их работа не секьюрити специалисты если они сейчас что-то подозрительную функцию в своем без асэблере увидят они сейчас могут хайп словить нам на 100 тысяч подписчиков поэтому там контролирует не только они контролирует много людей кто вообще не в компании я чувствую себя спокойно следу я думаю что гораздо больше шанс потерять крипту ну а от хакеров от злоумышленников а в этом плане леджер защищает очень хорошо даже если ты будешь иметь полный доступ к моей машине рутовой следжером если ты внимательно проверяешь то что пишет тебе твоя флешка невозможно украсть деньги но в основном же крадут по глупости самих людей они сами в основном свои сит фразы же и дарят также от трезера и от леджера сколько вон в гугле может ты видел выдачу сколько там рекламы крутится блин сейчас не знаю раньше видел по трезеру по леджеру сколько там фразы в ходе все в основном же из-за глупости самих людей ну да тут к тому же в крипте законодательства во многих странах еще такое слабое что вот если например вот у меня есть твои 12 слов да тут 24 слова в леджере я у тебя все украл и ты меня поймал мы пришли вместе в суд у тебя будут большие проблемы доказать что это именно твоя крипта я не знаю считали какие-то переводы доказывать то что я буду суде настаивать что это моя фраза да у кого слова я думаю что у нас закончится тем что смотря где конечный как ты будешь так вот кстати недавно случай прикольный был в питере по моему или в россии где-то у человека 12 слов увели там 7000 эфиров было и как-то он в суде в российском выиграл суд и что эту крипту как я понял мы будут искать и блокировать на биржах вот так интересно смог доказать что это у него украли что это его сид фраза я думал что только переводами то есть он официально со своего счета можно не в банке закупал эту крипту и у него есть переводы сканов во всех этих ну понятно и плюс еще там где он покупал это место было не серая подпольная она тоже в законе какая-то может биржа которая это в россии было то есть как-то вот может быть это бирже допустим российской юрисдикции если такие существуют и он доказал что вот всю цепочку событий и может просто дал например если жить в гипотетическом мире и представлять что судья может взять взятки может быть там вообще никто ничего никому не доказывал ну мы не можем об этом думать потому что сам российский сутца могут гуанны суть давай папа я думаю смеяться это тоже уже я думаю что смеяться это тоже уже три года ты на всякий случай за год взяли я не из россии мне не страшно каждый раз спрашивают кто-то там еще осталось давай поподробнее про севера да севера да по севера 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 на последнее слово севера значит севера дау вот севера дау поподробнее что это такое почему ты решил это сделать что ты из этого хочешь сделать да проект грандиозный севера дау это вообще бизнес всей моей жизни по сути я начинаю пытаюсь начать он идет прямо сейчас можно можно будет можно перебью пожалуйста спам будешь использовать в продвижении ничего не буду использовать в продвижении потому что хочу построить законный бизнес легальный для себя понял что криминал очень быстро разваливается в итоге сможешь всю жизнь скопить реальную сумму а потом придут и заберут все и тебя еще посадят то на лучше помедленнее но достигнут туда же я использую весь опыт наработанный своей криминальной карьере у меня очень много ноу-хау и всяких там инсайдов которые я не могу забыть и поэтому использую но криминала не будет так вот северодала вот сейчас со вторника не знаю когда будет твой интервью со вторника по четверг с 5 по 7 апреля идет активная продажа основная продажа всех токенов активная основная единственная а и вот это будет пятница по россии я подведу итоги и смотреть что делать дальше сейчас я выбрал такой интересный современный очень механизм распределения токенов когда цена по сути ты начинаешь я посмотрел хотел задать потому что это вот единственный правильный такой вариант когда рынок в итоге установит сколько ты стоишь но он побуждает людей тянуть вот то что я вижу сейчас каждый ждет каждая покупка толкает не так много покупок сейчас там около 70 да я смотрел да ну вот и соответственно толкает версия но не сильно я у меня есть несколько людей кто как бы я знаю хочет зайти в они не понимают себя для них это слишком много и они когда каждый час становится дешевле нет вот тех кто как бы прям зайдет и купит поэтому я сейчас я считаю что сейчас 60 тысяч долларов уже от людей кто меня в принципе не знает это уже достаточно хорошая сумма но мне на мой проект по минимуму на первую часть моего проекта север отдал мне нужно 500 поэтому если я их не доберу а я скорее всего просто сделаю всем возврат и на этом закончу вот но если я наберу их мне говорят например люди кто разбирается в да уж что ты рано сейчас течет второй день они наоборот час сейчас начнется и ты охренеешь я очень жду когда начнется я охренею вот потому что трафик идет конкретный я вижу интерес людей здесь люди заходят и не читают ну вот мне кажется ошибка выбрать такой современный механизм такого вот распределение токенов надо было просто сделать смарт-контракт чтобы все туда кидали деньги а потом ты просто считаешь что ты собрал и делишь все токены как бы но на всех можно и так сделать но мне например хотелось цену показать понимаешь мне хотелось чтобы люди не просто получили куда-то куда они кидают деньги не знают сколько они получат а вот сделать такой красивый механизм а но наверное он требует больше может быть людей кто верит мне не знаю основная идея да у это по сути больше чем какие-то проекты вот я основываюсь на двух проектах которые я хочу сделать сам это дип-трейдинг первый основной которым я занимаюсь много лет то есть я уже в спаме использовал технологии нейронных сетей и торговал я сроками всю свою жизнь поэтому по сути это просто торговля ценными бумагами на новостях то есть нейронная сеть обучается на массиве исторических новостей за 15 лет по компаниям и на реакции на каждую новость вышла новость и есть реакция рынка чтоб произошло это все загружается в нейронную сеть и она после обучения ну это вообще не одна сеть много сетей супер позиции это все сложнее чем звучит вот так вот вот но в итоге после обучения компьютер может быстрее ответить чем человек как он считает куда пойдет цена вот после этой данной конкретной новости которая сейчас выходит то есть нейронная сеть получает текст но новых высших новостей и сразу говорит тебе шахтин или покупаем вот и на этом мы зарабатываем это основной проект которым я лично уверен у меня есть ну продукт который работает на тест просто чтобы закончить его самому необходимо больше времени я видимо этим и займусь я пока сейчас посмотрю как это сделать лучше потому что я могу обратиться к инвесторам искать вот мы там собрали часто 60 допустим соберем и 200 я могу сказать ребята мне нужно 500 мы собрали 200 давайте вместе подумаем вот как я хотел вот зарплатная смета то есть у меня все посчитано зачем это и как может кто-то скажет а вот это я могу сделать там дешевле а это мы там сделаем бесплатно и тогда я начну из меньшей суммы но вообще мне нужно вот на первый проект 500 тысяч долларов не 7 месяцев чтобы сделать следующая сумма которую я набирал сейчас если она собираю больше это все должно было пойти на торговлю вот этим ботом когда он готов мы начинаем торговать сразу на свое тело но даже если у нас нет этих денег а есть технология поверь мне стиля дал получит достаточно ликвидности чтобы торговать надо просто сделать готовы по одну технологию продукт который вот это отдельная идея 1 и 2 проекта очень я сейчас занимаюсь здесь по сути я оказываю компания американским услуги по защите от хакеров то есть я такой purple team называют пурпурная команда red team это просто атакует а purple team это смесь цветов это типа атакует и помогает золотать с той стороны как бы вот и спрос колоссальный сейчас вот в этом году страховые компании отказываются страховать многие компании американские за вот этих атак red somewhere криптологи то есть прошлый год они перетянули страхование заплатили типа и все а сейчас страховые стали понимать что многие 10 лет не вкладывали в софт 15 и они отказываются за любые деньги у вас просто не страхует и у людей паника и вот этот спрос колоссальный на эти компании тот же билл гейтс это почувствовал еще несколько месяцев назад когда купил там крупнейшего игрока американцев поэтому как только если бы у меня были вот деньги открыть свой офис нью-йорке и начать под своим брендом вам продавать эти услуги но официально сейчас я это делаю как бы консультативно и так полуофициально а если это сделать красиво это может приносить десятки процентов от вложенного годовых может быть и сотни но это второй проект и на него тоже нужны отдельные деньги я вижу что мы на него наверно не дособираем опять же я не знаю как пойдет сейчас это может начать лучше вот касаемо можно больше чем вот эти два проекта по сути что я хочу сделать хочу сделать общество где ты можешь инвестировать потом сам же допустим найти инвестиции если ты хочешь я есть своя интересная бизнес идея приходишь на форум гау ты говоришь вот я хочу вот этой гарантии там расчеты не может быть дал тебе даст деньги под твой проект а ликвидность будет идти через дал там разные методы как это можно контролировать вот кроме этого ты если допустим нет никаких проектов ты можешь найти работу вот опять же ты как специалист приходишь и можешь себя найти в обществе даже у тебя нет возможности не вложить денег не у тебя в своих проектах но ты присоединяешься и плюс обучение я вот обучение займусь обязательно видишь как по спаму ларить обучение обучать я думаю что это больше будет хакинг но спам будет очень большая часть потому что я действительно знаю много а по сути семнадцатого года ну ничего не поменялось все технологии которые есть такие вы все ну немножко нейронки больше стали то есть не обучение то есть это такое общество которое вместе зарабатывает вместе там помогает думаю даже можно вот например кого-то арестовали там даже не не связано с дал естественно просто чек попал в свою личную беду или там у него инфаркт не можем проголосовать и помочь то есть это конечно не кажется взаимопомощи это бизнес но это больше чем вот это то что я вот хотел создать и создаю сейчас это вот такой как бы день в черный фонд ну вот так где каждый может еще быть и участник а по сути я беру только голосования и распределения прибыли еще нет вот этих навороченных smart контрактов там один токен делается чтобы создать второй токена потом третий то такое запутанное я прочитала на сотню white пейдж документации перед тем как делать что-то свое и писать смарт-контракт блин там есть такие вещи которые я не понимаю как вкладывать деньги потому что я после вот разбирание часами я все понимаю технически я пытаюсь понять их и твою бизнес-логику я понимаю что меня здесь обманывают я обманывают настолько что как это можно купить я не понимаю и ширина кон другими какими-то руководствуется вещали потому что мимикоин и например есть многие вещи которые я не понимаю я и ногти например технологию вот в данный момент вообще у меня смех она вызывает я понимаю что технология серьезно и когда вот мета вселенная запустится и когда будет серьезный домен там не таком сойди там этого предметом вот тогда муж самое время купить там какой-то замок который жириновский перед смертью сделал да уже поздно уже не сделал ну что-то вот купить и это уже твое и ссылка в отчине она не изменится пока человечество любым потому что это супер берг гарантирует тебе что мне таком не умрет а вот сейчас как и покупаешь картинку которая хвостится хрен знает у кого то есть ты слабость технологии же понимаешь и нефти сам то есть блокчейне хранится ссылка можно сделать так например вот я как хакер могу до продавать тебе и нефти да а потом я сделаю так одним юзер агентом то есть и когда заходишь на дырки за своими ногти одним юзер агентом я буду одну картинку отдавать а другим другую и получится как и перешлешь свой нефти своего другу продаж у него будет совсем другая картинка у тебя это может быть красивая анджелина джоли а у него будет куча какашек и это ты ничего с этим сделать не может а мой веб-сервер понимаешь а еще например я буду продавать в какой-то момент взять и поменять все картинки какое-то то что мне нравится или вообще просто просрочить свой домен его пиберс лотеры украдут и ты вообще никогда свой дырти не восстановишь понимаешь это домен у другого человека и он там находится то есть когда ты покупаешь алипти есть полезные штуки вот те же эйпы например это по сути билет в твое высшее общество то есть и подают кучу добавленных услуг например даже яхта с миллионерами по ты можешь прийти и рассказать там что-то это как бы вот действительно что-то стоит то есть вот я бы например у меня был эйп я бы сейчас не с тобой разговаривала я бы поехал туда если у них тусовка была бы тени и там но пытался печать людей на свой deep learning трейдинг и про ней работа не это в принципе может кому-то принести пользу но купить просто какую-то хрень и считать что что-то купил поэтому я призываю всех продавать у вас есть из инфти или не влезать в мошенничество потому что по сути вы такой очень мутной схеме участвовать все проекции у меня вся аудитория канала в инфти завязана потому что я их обучал как делать понятно ну так смотри тут я так это тоже уважают и зарабатываешь на этом но ты должен понимать что ты создаешь продукт который стоимость она скажем так определяется не рынком а манипуляции по сути ты назначаешь сам цену сам продаешь я не осуждаю я считаю что если ты купил сейчас инфти и там пытаешься их продать можешь продать даже за 10 процентов от стоимости надо продать за 5 потому что вот это всяких не сдуется ну вот на мой взгляд но есть интересный проект я не спорю но есть эти проекты наверно цены своей аудитории только которая внутри своими привилегиями среди этой аудитории больше так наверное что ну ну по сути инфти это вот мы создают создали продукты договорились что он сколько это стоит теперь если мы с тобой были мошенниками в общем сделали быстренько стивоги инфти с твоим вот лицо я бы купил его за 500 миллионов долларов потом бы ты вернул обратно за 600 а потом бы я опять за 800 купил это вам просто обнимать крипту на кошельках но не может быть за 200 мы продали в концове и потом мы во первых смотри прогремели на весь мир самое дорогое нефти и твое лицо во всех каналах самый дорогой нефти это вот русский гений он создал самый дорогой нефти со своим лицом и потом бы мы его продали до миллионам за 10 какому-нибудь там кому-то вот вот это вот отличная бизнес-схема и мы с тобой не нарушили никакого закона молоды моем морально я не могу таким бизнесом заниматься и вот когда ко мне пришел друг по сути не искал вот у меня классный проект по сути мне нужен трафик дискорда то есть он рисует инфти из игрушек до популярных детских и гонит трафик с дискордов этих игр чтобы продавать детям картинки из их любимых игр которым он не имеет никакого отношения вообще продукта игры да и трафик он гонит типа ну то есть впаривать детишкам что-то блин да можно заработать миллион баксов я этим не буду заниматься вот так вопрос касаемо дипломен трейдинг есть в крипте так скажем как говорят покупай на слухах продавай на фактах не боишься ли ты что твой дипломен трейдинг будет чуть неправильно работать то есть в большинстве случаев все крупные киты покупают на слухах которые нигде особо не мелькают в новостях а когда новость уже выйдет и идут закупаться обычные хомяки эти киты сливаются ты не думаешь что вот deep learning здесь может неправильно в некоторых парах так скажем отрабатывать да вопрос понятен спасибо хороший вопрос значит смотри во первых мне не надо теперь во первых не совсем так делают то есть ты по сути вкладывают очень большие деньги скорость и там крутятся миллионы долларов то есть даже порт например на нью-йоркской бирже прямой стоит 2 миллиона арендов в месяц там гигабит там вкладывают люди свою кастомное железо собирается просто не представляешь чем это так будет люди то есть там нет сетевой карточки какие там нет операционной системы они распознают пакеты в сети прямо на процессоре софт который написан на процессоре и они по сути даже у них нет стека даже кисепи и они напрямую работают с данными то есть вот софт такого уровня стоит миллионы долларов на разработку капит по сути с бинарными данными работаешь на ли туда чтобы быстрее было что нет времени развернуть весь стек протокола и ты как бы делаешь читинг такой не железо они собирают в единичном экземпляре в китае там заказывают и лоно стоит тоже миллионы десятки нас это люди делают валентин значит все таки они не всегда могут новости получить зачем это палец а ты просто можешь позвонить и слышь там какие слухи все я покупаю видимо и не всегда у них это получается они стараются и анализирует и такие тексты новостей там идет именно знаешь на событиях то есть там если где-то цена упала а что то здесь надо быстро купить вот на этом они как бы они кабели тянут трассатлантические свои чтобы быть быстрее всех там знаешь вот такое а я не хочу с этими людьми сейчас с инновацией вот было кровь например очень крупная компания которая на схожих технологиях со мной делает большие прибыли я буду вот как ты стал хомячки чуть-чуть быстрее хомячков то есть вот когда эти уже свои дела сделали хомячки еще не побежали а я успел паски вот это такое полу автоматическое решение но она более интеллектуальное чем самые быстрые то есть самый быстрый у них нет никаких нейронных сетей на распознавание текста нет времени а с этой стороны находятся живые трейдеры которым нужно ну как минимум две-три секунды чтобы просто прочитать текст да если даже трейдер вот со стажем десятки лет и он сделался две педали одну под левую ногу другую под правую ногу все настроил скрипты на эти педали по сути он нажимает левую продает нажимать правую там покупал шахте или покупает да и все но даже когда он сидит так и ждет какую-то новость ему нужно как минимум две секунды чтобы принять решение там даже что он быстро читает мостом а моя нейронная сеть особенно я люблю годовые отчеты там месячные отчеты квартальные она их будет с точки зрения человека там 100 миллисекунд это мгновенно знаю будем мгновенно принимать решение может быть не такое точное как примет трейдер до который будет больше понимает бы но мне достаточно там 75 процентах случаев быть правом чтобы быть очень богатым человеком а даже на 60 процентах я могу зарабатывать а 50 это просто случайно ты должен понимать что либо ты угадал либо ты не угадал то есть у тебя есть 60 процентов правильную сторону и уже можешь зарабатывать на эту технологию поэтому как то так касаемо подписчикам касаемо твоего дау ты хочешь сделать все как я понял чтобы люди меньше платили за газ чтобы они голосовали на форуме правильно да значит смотри голосование не сильно требует газа я буду пробрасывать на форум четкое количество коинов токенов по каждому кошельку да то есть ты нужно будет авторизоваться чтобы авторизоваться на форуме зарегистрироваться а скорее всего я может быть не смогу в реальном времени отслеживать количество токенов у тебя это будут снапшоты то есть раз например сутки я делаю снапшот по своему блокчейну и соответственно если ты продал все токены свои до до конца дня ты будешь иметь доступ к форуму пока вот это не зафиксируется в следующем снапшоте а после этого ты теряешь но опять же можно купить токенов всему там на 1 доллар грубо говоря ну за газ заплатишь но даже на 1 доллар токенов тебе хватит чтобы быть иметь доступ к форуму поэтому это не такое существенное ограничение говорю там положи пищу иначе не увидишь пор но будет именно так уже есть количество у каждого мы можем голосовать бесплатно на своем форме синхрон отличный движок форум я знаком для полностью детства вот его и вряд ли удастся сломать очень дополнительные меры безопасности я считаю что быть самое безопасное место для общения мой форум опять же я не делаю это для криминала то есть тот же форум будет доступен через торт например да я делаю его доступным зеркало через торт не потому что я его для криминала готовлю типа чтобы криминал заходил безопасно потому что я считаю что анонимность анонимность это ключевое в криптовалюте да зачем в том числе из анонимности я ее целиком поддерживают у меня можно быть очень крутым токенодержателем и полностью сохранить свою анонимность и принимать активнейшее участие во всех проектах да и опять же никто даже не будет слышать твоего голоса ни разу вот для этого я поднимаю вот этот вот по форумам хочу сказать я сейчас тоже форум делаю но по энергте и вот нынешнее поколение которое крипту заходят но это реально очень ленивые люди которые не хотят читать не хотят ничего хотят получать максимально ответы и это очень я не знаю это прям очень тяжело привести человека на форум и дать ему прочитать ту информацию которую он хочет получить но он не хочет вычитать не хочет и я надеюсь что те люди кто не с не сможет купить на 1 доллар всех токенов они не попадут на форум и у меня течет половину твоих людей кто они попадут но для этого надо по крайней мере установить метамаз сделать купить токены дано бирже ну попадут значит будут спрашивать еще раз я например все свое время уделю этому проекту и если в данный момент а вот обучение ответа на вопросы будет основным ну поверь не я найду ответ на любой вопрос что в твой самый защищенный мессенджер по твоему что ты вот использовал больше всего это жаба там не знаю аська да 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 я знаю что такое мессенджер можешь значит смотри давай тебе расскажу как обстоят дела вообще вообще что используют люди кто повышает закон вот очень долгое время вот когда был арестован в прошлом десятилетии джаббер был ну как бы в самом главном игроков до джаббер xmmp протокол вот он и до сих пор один из основных способов коммуникаций он достаточно имеет свои преимущества по сравнению с тем же токсом и телеграмм до которых я сейчас буду говорить джаббер имеет сервера который спрячут для тебя твой айпи то есть ты можешь быть совсем безалаберным джаббером если ты доверяешь своему серверу да если ты точно знаешь что вот сервер этого форума не ведет логи или тебе посрать бы поговорят а сервер не передаст твой и дальше токс ты должен сам позаботиться своей безопасности если ты запустил токс на своей домашней кашине а любой человек может узнать твой пи ну сразу фактически многие люди этого не понимают они считают что токс это уже там что-то связано с тором еще нет токс работает напрямую с вашего айпи и вам нужно самим позаботиться чтобы запустить его через стоп прокси или еще как-то скрыть свое собственное место телеграмм ну все знают минусы телеграмма это по сути нужно показать телефон чтобы получить регистрацию если вы указываете телефон не ваш вы рискуете потерять свой аккаунт да понятно что второй фактор спасет вас ну пароль спасет вас от кражи всей вашей переписки то есть у вас нет второго фактора это вообще страшно телеграме человек просто взял с другого телефона восстановил аккаунт и получил доступ ко всем вашим перепискам не секрет и он теперь может от вашего имени даже писать он видит все что было вашими словами будет писать если второй фактор есть он вас спас но все равно вы потеряли аккаунт вот эти три системы сейчас в криминальном мире являются таким полным и стримом и втроем занимают 98 процентов всего общения людей кто что-то делает серьезное джабер telegram и токс это вот как обстоит с криминалом чтобы использовал я сам зависит от того насколько мне моя безопасность удобство и безопасность так узнаешь они как бы должны балансировать то есть telegram это конечно уникальная экосистема которая развивается постоянно и я могу тебе сказать пока никто никого не сдали не сдал то есть сила телеграма в том что как только telegram начнет с одной страной сливать мы об этом узнаем сразу ни в одном суде мира нигде логи телеграма которые вот получили от телеграма не попадались пока я считаю что с меня с первого не начнут например вот так бы я думал если бы я был преступником поэтому я бы пользовался telegram но вот кто-то говорит например а что если telegram сейчас все пишет вообще будет еще пять лет писать а потом скопом передаст все это сразу и туда и туда от этого никто не застраховывает то есть telegram не секретные чаты если используете telegram хотя бы озадачьте секретными чатами поймите что вот сейчас замочка существенно отличается от чата без замочка прям вот очень-очень отличается вы создавайте секретные чаты не общайтесь в них но опять же это все надо всем доверять телеграма протоколом прото открыт а мы очень павла уважаемый брата его любим еще сильнее они за нас в пустыне по сути сидят в жаре чтобы мы спокойно общались они не в америку не могут поехать не в россии не могут поехать не бедро посидит павел с шейхами ему нравится вижу это ради нас поэтому телеграм токс токс это то что становится последние годы таким более популярным чем даже джами отчасти потому что там нельзя заблокировать аккаунт и стокс ты как бы как больше из мира крипты вот твой аккаунт и никто у тебя не отнимет джабери все-таки владелец сервера может заблокировать тебе аккаунт а если у тебя свой джабер сервер те могут домен закрыть в токсе этого нет ничего поэтому токс вот уходит в основном за крипто локер то есть крупные владельцы вот крипто локеров ушли в токс и вытянули туда всю своих всех своих партнеров и клиентов но токс мне не нравится функциональностью вот как то так ответ на вопрос короче если появится децентрализованный джабер то наверно это очень популярно будет понимаешь я вот так думаю о том что нам уже хватит всяких мессенджеров если ты хочешь сделать что-то свое может быть попробовать сделать вклад в существующий токс это открытая разработка так понимаю пойти в токсе попытаться туда что-то опять делать свое это как знаешь смешная картинка в интернете как комикс есть 14 разных стандарт и стоят два человека 14 стандартов нам надо придумать что-то одно универсальное чтобы подходило всем и следующую картинку есть 15 разных стандартов то есть вот с машину с мессенджерами этого не хочется понимаешь не надо уже городить огороды топ-10 криптовалют по капитализации через три года лично твое мнение уже но 10 не назову я могу свои мысли назвать значит я пола я сторонник эфира я я поклонник эфира я считаю что за исключением высоких комиссий в эфире все просто великолепно я жду большого апдейта в этом году четвертая версия которая снизит комиссии в десятки а может быть в сотни раз и это даст эфиру мощнейший толчок и он обводит по капитализации bitcoin не по сумме за один эфир его больше да по капитализации целиком вот и поэтому рекомендую всем если вот такие братья мейнстрим валют переложиться из биткойна в эфир на всю котлету в общем я вижу в эфире потенциал роста 10 раз биткойне я не вижу я тоже вижу потенциал в три раза но не в 10 что касается остальных криптовалют ну вот в данный момент я запускаю свой собственный сев токен да это тоже версии 20 долгим который сотни эфире это не криптовалюта это больше как доля в бизнесе но я вот настоятельно всем рекомендую если еще продажа не закрыта когда вы слушаете открыть и посмотреть потому что цена рвется вверх и может быть вы можете x и получить саям сейчас ссылочка в описании будет на программ петра по поводу инстаграма я пишу еще раз попробуем все перебиваю вот по поводу инстаграма я пишу книгу по сути то есть все что ты видишь в инстаграме если ты смотрел под каждым постом там последний много творчества но если начать сначала там будет и про мою как я слал спам там очень много полезной информации мои советы это все будет книгой книга будет из трех частей как я стал хакером вся моя жизнь вот хакера как к этому пришел потом арест все в тюрьме как прошел как отбился как выскочил и последняя третья часть это будет свой опыт чем я делюсь мои знания и все такое это будет все бесплатно в электронном виде доступна когда это сверстаю важную версию увидели по себестоимости буду желающим ссылаться я считаю это учебный путь делать книгу которая там успешно продается на моем сайте в инфо шлюхи никогда не полезу я понял о ком ты говоришь я очень разозлился на этого человека на которого я говорю тебе потому что он обещал провести интервью со мной анонсировал его на своем канале а потом что-то он там передумал и даже не нашел смелости мне об этом сказать я на форумах это обсуждение читал на x по-моему нигде обсуждалось ну да да я пригласил его туда по сути хватало как бы заслуженных своих комментариев и почему-то видимо обиделся на меня и он теперь это пытается как-то оправдать тем что мне неправильное отношение к войне каким-то полным бредом то есть я целиком против войны нет ни на одно нормального человека который поддерживает что у павловича в голове пусть останется у него как я обиделся ясно лодка касаемо себя в токе ну что мне понравилось из того что я прочитал как ты собираешься делиться прибылью я считаю это очень правильным то есть ты там не обещаешь кому-то какой-то конкретный процент или еще что-то получил прибыль купил токенов сжёг их все кто хотел получить x и они их получили вывели самый такой правильный вариант да я с тобой целиком согласен это не моя личная идея я считаю что все проекты на эфире через пять лет будут такие не будет никаких вот того что сейчас рудименты эти зайдите на какой-то сайт нажмите забрать там свою прибыль это все исчезнет прошлом и останется вот этот единственный способ который единственно правильно то есть есть некий объем какая-то стоимость если ты эту часть сжег цена поднимется ровно на то что пропало так ну работает весь мир это как компания выкупает свои доли на рынке обратно по сути да ты прав это уникальный механизм я всем советую если кто-то запускает свои проекты присмотреться к этому потому что тебе не надо делать вот эту кучу платежей кучи людей это сэкономит тебе массу вообще всего я бы не смог остаться на эфире если я эту идею не нашел потому что каждый платеж там это все очень дорого поэтому вот именно идея с сжиганием позволяет пользователям блокчейном эфира это же и финанс смартчейне тоже есть и ваваланч тоже же есть это можно было везде финанс это полный клон и финанс это полный форк эфира там даже изменения не было кроме логотипа не ушли конечно сейчас немножко разошлись но изначально они просто лайткоин и bitcoin вот это прямо вот прямая налоги и финансы спасибо большое за это интервью очень было интересно послушать хотелось бы если вдруг моим пользователям это зайдет и они хотят еще что-то услышать услышать было бы круто еще какой-нибудь интервью в будущем записать потому что я думаю вопросы у людей будут которые они захотят узнать поподробнее а так успехов вдало успехов в продвижении чтобы все получилось правильно я это обязательно прикуплю будет интересно получать информацию из форума желаю удачи в проекте довольте спасибо большое мне в свою очередь тоже было очень интересно ты задаешь правильные вопросы и отличаешься от многих говорящих голов в котором я давал интервью то что это твое второе интервью вообще замечательно мне кажется что у тебя большое будущее именно как журналисты интервьюера я готов тебе всегда отвечать на вопрос пожалуйста какой то может быть события произойдут большие если кто-то кого-то сломает что-то вот такое там украдут кучу инфти у кого-нибудь начни с меня я тебе дам профессиональный комментарий потому что произошло потому что я обычно по потоке новостей и я хорошо анализирую связываю одно с другим вот рад был спасибо приятно познакомиться надеюсь еще пообщаемся спасибо до свидания на связи на связи удачи